На свете есть как минимум одно неплохое кино про скулшутинг. Это фильм «Класс» 2007 года, снятый эстонским режиссером Ильмаром Раагом. По его словам, сюжет картины был навеян событиями в американской школе Колумбайн. Так вот, если вы смотрели фильм «Класс» и слушали первую часть моего видео про книгу «Ярость», то уже наверняка понимаете, что с главным ее героем, Чарли Деккером, не произошло ничего такого ужасного, что случилось с главными героями упомянутой киноленты и подтолкнуло их к тому, чтобы превратить свой класс в скотобойню. Ну а если вы не слушали первую часть моего видео про книгу «Ярость», то лучше начните с нее. А то с продолжения начинать ознакомление совсем не Камильфо. Ссылка на ролик в описании. Кстати, в него я вставил эпизод из аудиокниги «Ярость», который привлек мое внимание. И я скажу почему, после того, как вы его услышите. Вы забыли, что значит быть ребенком, жить рядом с насилием, с банальным мордобоем в гимнастическом зале, уличными скандалами в Левестоне, драками и убийствами в кинофильм. Большинство из вас видело в кинотеатре фильм о том, как маленькую девочку вырвало гороховым супом прямо на священника. А теперь зачитаю фрагмент из романа «Дорожные работы». 16 января 1974 года. Он взял с собой конверт с чековой книжкой, вышел из дома и опустил его в ближайший почтовый ящик. Вечером он пошел в кино на фильм «Изгоняющий дьявола», потому что в нем играл Макс фон Сюдов. А Макс фон Сюдов ему всегда очень нравился. В одной из сцен маленькую девочку вырвало в лицо католическому священнику. В задних рядах захохотали. Забавно, что оба романа вышли под авторством Ричарда Бахмана. И обе книги, как вы заметили, содержат в себе упомянутый момент из фильма «Изгоняющий дьявола». И это при том, что под именем Ричарда Бахмана всего было выпущено 7 произведений. Видимо, очень уж впечатлил писателя этот эпизод. Как и создатели киноленты «Очень страшное кино 2». Они его стороной тоже не обошли. Итак, рассказывая про сюжет романа «Ярость», я остановился на откровенном разговоре, который начал со своими одноклассниками Чарли Деккер, после того, как взял их в заложники, убив двух учителей. Малолетний террорист успел рассказать историю о том, как в почти трехлетнем возрасте он повыбивал в доме стекла, установленные его отцом. И когда тот в бешенстве кинул мелкого диверсанта на землю, издал вопль, услышанный матушкой Чарли. Она прибежала и взяла его под свою протекцию, накричав на мужа. Так вот герой книги избежал заготовленного для него наказания бати. Кэрол Грэнджер собиралась что-то сказать, но тут для Деккера настал черед столкновения с местным гигачадом, Тедом Джонсом, которого он всегда уважал и удивлялся тому, как тот, будучи главной звездой школьной команды по американскому футболу, покинул ее, сказав, что найдет себе другое занятие, ибо это слишком тупая игра. Несмотря на то, что спортивный репортер в местной газете назвал Теда самым блестящим игроком за всю историю Плассервильской школы. Он был бледен, как смерть. Только на скулах проступали красные пятна. Он усмехался. Он выглядел в этот момент, как призрак Джеймса Дина, готовый броситься на меня. Сердце мое сжалось. А сейчас я отберу у тебя эту чертову пушку, засранец. Все с той же усмешкой, обнажающей его белые ровные зубы, произнес Тед. Мне пришлось приложить значительные усилия, чтобы голос мой звучал ровно. Но, кажется, я вполне преуспел в этом. «Сядь, Тед!» Тед стоял. Он не бросился на меня, но я отчетливо видел, каких трудов ему стоило сдержаться. «Мне дурно от твоего дерьма, ты это понимаешь? Ты пытаешься перемазать им всех окружающих». «Сделать их своими сообщниками». «Разве я говорил?» «Заткнись!» Повысил голос Тед. «Ты убил двух людей». «Ты весьма наблюдателен, Тед». Он сделал какое-то странное движение руками, и мне показалось, что если бы он мог, то схватил бы меня и сожрал живьем. «Положи пистолет, Чарли, и попробуй одолеть меня без него». «Играй по правилам». «Ты не скажешь, Тед, почему ты оставил футбол?» Любезно поинтересовался я. «Мне было нелегко придать голосу выражение спокойной любезности, но я смог, и это сработало». Тед вдруг растерялся. Он выглядел озадаченным и явно потерял почву под ногами. Казалось, он осознал в этот момент, что он один как дурак стоит посреди класса, а все остальные сидят и смотрят на него. Как если бы человек вдруг обнаружил, что у него расстегнута ширинка, и задумался бы, как оптимальным образом выйти из этого положения, чтобы окружающие ничего не заметили? «Не стоит об этом», наконец сказал Тед. «Положи пистолет». Все же у него был великолепно поставленный голос. И он это знал. «А что, ты боишься за свои яйца?» У Ирмы Бейтс отвисла челюсть. Сильвия наблюдала за происходящим, с нескрываемым интересом. «Тэээээ...» начал Тед и вдруг сел на место. Кто-то в углу комнаты хихикнул. Я не заметил, кто именно. Дикин? Харман Джексон? Я смотрел на ребят. И то, что я увидел, поразило меня. Можно сказать, шокировало. Потому что на их лицах я читал нескрываемое удовольствие. Только что состоялся поединок. словесная дуэль, и я победил. Но почему-то это так обрадовало их. Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Ситуация напоминала мне идиотскую картинку в газете с подписью внизу, почему эти люди смеются. Об этом вы узнаете на странице 41. Разница только в том, что мне не было куда подглядывать, а ответ знать хотелось. Я напряг все свои извилины, но так и не пришел никакому выводу. Возможно, дело в Тедди. Такой отважный мальчик, такие красивые жесты. Может, со стороны остальных это просто зависть. Может, они хотят, чтобы все были на одном уровне и никто не выделялся. Сними маску, Тед, и сядь на место, как все мы, обыкновенные люди. Тед смотрел на меня, и я на него. Я знал, что он только что потерпел поражение. Но откуда все же эта всеобщая радость? Дух толпы? Нет, я в это не верил. Толпа всегда отвергает странного человека, урода, мутанта. Здесь на эту роль мог претендовать я, но никак не Тед. Тед – прямая противоположность понятию «изгой». Это юноша, которым вы должны гордиться, видеть, которого рядом со своей дочерью будет большой честью для вас. Нет, дело было не в ребятах, а в самом Тедди. Я вдруг понял это, и меня охватило странное возбуждение сродни тому, которое испытывает охотник за бабочками при виде нового редкого экземпляра. «Я знаю, почему Тед оставил футбол», – произнес чей-то голос. Я оглянулся. Это был Пик-Пен. Тед подскочил на месте. Кажется, он начал сильно нервничать. «Так говори же», – обратился я к Пену. «Если ты откроешь рот, я убью тебя!» Теперь Тед улыбался Пену, а не мне. Пик-Пен испуганно моргал и облизывал губы. Его раздирало на части желание выдать информацию. Возможно, первый раз в жизни его слова могли иметь колоссальный успех. Все знали, что информация у Пена достоверная. Миссис Дано, его мать, проводила почти все свое время в церкви, на базарах, благотворительных обедах и вечеринках, словом, везде, где можно услышать последнюю сплетню. «Я?» – начал Пик-Пен, затем замолчал, косясь на Теда. «Продолжай, не стесняйся», – неожиданно подала голос Сильвия Реган. «Не позволяй нашему золотому мальчику так себя запугивать». Пик-Пена приободрило это, и он поведал о том, что мать Теда – алкоголичка, ее увозили в одно место подлечиться, и Тед принимал в этом участие. Так все узнали, что байки Теда про тупую игру похожи на финал басни Эзопа про виноград и лесу, которая не смогла до него дотянуться и изобразила безразличие к его гроздям, сказав «зелен виноград». Тед же не позеленел, но стал бледным, как мел, и встал с места, чтобы учинить расправу над Пик-Пеном. Этого не случилось, поскольку Чарли сказал, что не стоит делать этого, и Тед сел на место, поняв, что не хочет проверять, насколько Деккер метко стреляет. А тот, в свою очередь, решил раскрутить Теда по полной и начал ерничать, участливо спрашивая, где она лечилась, обливала ли она повсюду, а видела ли она чертей и так далее. Тед держался за край парты, видимо, едва контролируя себя. Харман Джексон съел. Наверное, у него с Тедом были старые счеты. После того, как Чарли задал самый болезненный для Джонса вопрос про футбол, он отчетливо произнес «Пьяная сука!» Кэрол Герринджер сделала большие глаза. Тед осознал, что у него вырвалось и бросил на меня полный ненависть и взгляд. «За это ты поплатишься, Чарли», – неожиданно спокойно сообщил он. «Возможно. Не упусти свой шанс». Я улыбнулся. «Неприятно, когда твоя мать пьяная сука. Это и правда отвратительно, Тед». Он ничего не ответил. Сильвия Рэган внезапно нарушила всеобщее молчание, истерично захохотав, а Пикпен присоединился к ней после того, как она заявила, что хочет, чтобы эта история была напечатана в детективном журнале 60 минут ужаса с Плассервильским маньяком. Тем временем прибыли две полицейские машины и остановились возле лужайки, а школьный психолог Дон Грейс заговорил по внутренней связи с Чарли. Грейса ученики весьма не любили, а Деккер презирал его, наверное, больше всех, характеризуя как грязного и вонючего, в прямом смысле этого слова, ублюдка, который обладал большим набором инструментов для препарирования человеческих мозгов. Психолог начал говорить очень уверенно, спрашивая у малолетнего террориста, что он задумал, и уверял, что все хотят ему помочь, и надо бы отпустить заложников. Но Чарли не собирался играть по его правилам, и заявил, что сам продиктует ему правила игры. После чего сказал, что вопросы теперь задает он, а если Грейс хоть что-то спросит у него или собрет, то сразу же у одного из заложников окажется простреленной голова. Я обрушил на него такой шквал вопросов, что школьный психолог стал потеть и заикаться, а в конце, чтобы сломать его окончательно, спросил у него. О чем Христос просил Бога на кресте? Мой Бог, мой Бог, почему ты покинул меня? Да он. Да, Чарли. Что ты только что сказал? Я сказал, мой Бог, мой Бог, почему? Пауза. Ох, нет, Чарли. Ты задал вопрос. Ты обманул меня. Только что ты подписал чей-то смертный приговор, Дон. Я очень сожалею. Нет. Я выстрелил в пол. Весь класс, слушавший нашу беседу, с гипнотическим вниманием вздрогнул. Несколько человек завизжали. Пик Пен снова упал в обморок. Его тело свалилось на полу с ужасным грохотом. Я не знаю, слышно ли было это по внутренней связи, хотя на самом деле это не имело значения. Мистер Грейс зарыдал. Он схлипывал, как маленький ребенок. Впрочем, Чарли сразу решил поведать ему о том, что никто не был убит, и глянул на Теда. Джонс все понял без слов и сказал психологу. Он выстрелил в пол. Все нормально. Затем он оскалился и попытался еще что-то сказать. Я наставил на него пистолет, и он тут же заткнулся. — Спасибо, Тед. Спасибо, мой мальчик. Мистер Грейс снова зарыдал. Казалось, прошло бесконечно много времени до того момента, когда он отключил связь. Через некоторое время он вышел из школы, шатаясь, и направился к копам. На руке его висело твидовое пальто с замшевыми заплатками на рукавах. Он шел сгорбившись, словно старик. Мне стало очень стыдно, когда я увидел его в таком состоянии. — О, рот людской. Устало вздохнув, промолвил Дик Кин, сидевший на задней парте. Внезапно его перебил звонки ликующий голос. — Мне кажется, это было потрясающе. — Воскликнула Грейс Стэннер, миниатюрная и очень хорошенькая девица. Она подняла вверх стиснутый кулак. Было что-то чистое и одновременно пикантное в этом моменте. У меня перехватило дыхание. — Давай, Чарли, трахни их всех! Ирма Бейтс посмотрела на нее с отвращением. Это была некрасивая толстая девочка, от которой вечно дурно пахнет. — Закрой свой грязный рот! — крикнула она. — А пошла ты! — улыбаясь, отпарировала Грейс, спустя мгновение добавив — Шлюха! У Ирмы отвалилась челюсть. Она попыталась что-то сказать. Я видел, как напряглась ее шея, сдулись вены, задергалась горло в поисках достойного ответа. Она подыскивала подходящие слова, чтобы бросить их в лицо соперницы. Ее распирало от ненависти и жажды взять реванш. Она была похожа на лягушку. Наконец, она выпалила. — Тебя нужно расстрелять с ним заодно, грязная потаскушка! Ей показалось, что этого недостаточно. Она чувствовала себя уязвленной до глубины души. Внутри нее клокотала ярость. Смерть шлюхам. Шлюхам и их дочерям. Слова эти очень задели Грейс. Она была в курсе, что мать ее действительно много себе позволяет. По вечерам постоянно тусит в местном грязном баре. В связи с этим сразу же чуть не произошел мордобой, но Чарли сказал успокоиться им и решить свои проблемы, не нарушая дисциплины. Харман Джексон сказал, что это хорошая идея, а Деккер назначил себя судьей и начертил мелом на полу большой круг, сказав, что девочки должны встать в него и разобраться с помощью поочередно наносимых друг другу пощечин и оскорблений. Грейс начнет первый, как защищающаяся сторона, а выход за границы круга карается расстрелом, заметил он. «Прекрати!» заорал Тед Джонс. «Ты обещал, что не будет никакого насилия, Чарли!» «Сейчас же прекрати это безобразие!» Без всяких на то причин, Дон Лорди разразился безумным смехом. «Она первая начала, Тед!» с ненавистью сказала Сильвия Реган. «Если какая-то вшивая вонючка называет мою мать шлюхой...» «Шлюха! Грязная шлюха!» сдержанно подтвердила Ирма. «Я выцарапаю твои бесстыжие глаза!» «Ты сошел с ума!» заорал Тед. Он покраснел, как рак. «Мы могли его остановить! Если бы мы действовали все заодно, то могли бы...» «Заткнись, Тед!» рявкнул Диккин. «Тед огляделся, но никто его не поддержал. Глаза его метали молнии. Я порадовался, что между нами было значительное расстояние. При необходимости я бы успел выстрелить ему в ногу». В итоге, под улюлюканье толпы, разборка завершилась тем, что Грейс, несмотря на свои скромные габариты, сумела поощечинами и оскорблениями довести до слез Ирму и заставить ее просить прощения. А также заявила, что ее мать далеко не святая, но она все равно любит ее. Все зааплодировали. Все, за исключением Теда Джонса и Сьюзан Брукс. Сьюзан была слишком ошеломлена, чтобы как-то реагировать. Она смотрела на Грейс Стэннер с восхищением. Ирма сидела на полу, закрыв лицо руками. «Когда аплодисменты прекратились, я заметил, что Сандра Кросс все это время вела себя, как сомнамбула. Я приказал. Стань, Ирма!» Она посмотрела на меня удивленно, словно очнулась ото сна. «Оставь ее в покое!» – отчеканил Тед. «Заткнись!» – оскалился Харман Джексон. «Чарли все делает правильно!» Тед обернулся и удивленно посмотрел на него. Но Харман даже не опустил глаза. Как бы он поступил в другое время, в другом месте. Они оба были членами студенческого комитета. Правда, Тед всегда играл первую скрипку. Ирма, выглядящая как побитая собака, признала, что слова Грейс о том, что она уродина и никому не нравится – правда. Отчего некоторым парням в классе стало неудобно. Но девочки бросились утешать ее и давать советы про то, что нужно быть более привлекательной. Мыть и брить ноги, подмышки и так далее. Сказали – старайся и все получится. Затем обнажил душу Пикпен. После того, как увидел в окно, что прибыли еще три полицейские машины и его мамочка. Он выдает целую тираду про то, как она его достала. Пикпен заявляет, что она подписывается на все женские журналы, постоянно дает ему дерьмовые ужины и дерьмовые карандаши, держит под психологическим прессингом, постоянно пререкается с ним и устраивает споры, не пускает на танцы, говоря, что там развратные девицы, и заставила его продать подаренную дяде машину, заявив, что он может обесчестить девушку на заднем сидении своего доджа. А однажды утопила в унитазе котенка, которого принесла домой сестра, посчитав, что это лучший способ избавиться от него. Пен говорит, что она постоянно болтает и несет чушь, ибо ужасно и тупа, а он становится меньше и глупее от этого, и чувствует себя тем самым несчастным котенком. Пикпен улыбнул со своей стороны пугающей улыбкой. Если бы у меня был пистолет Чарли, я бы убил ее, не задумываясь. — Ты безумен, — печально произнес Тед. — Боже, мы все скоро свихнемся. — Не будь такой сволочью, Тед! Эти слова произнесла Кэрол Герринджер. Довольно странно, что она выступила против Теда. Раньше эти два типичных представителя истеблишмента всегда поддерживали друг друга. Однако именно Кэрол смогла открыто противостоять Теду. Для одноклассников Тед был чем-то вроде Эзенхауэра для либералов 50-х, хотя эта аналогия очень приблизительная. Вы вынуждены восхищаться этим человеком, его стилем, улыбкой, блестящими манерами, успехом, но что-то в нем раздражает вас. И вы не можете выразить это словами, но ощущаете, как что-то скользкое в нем. Вот так против Теда, казалось бы, самого адекватного человека во всей этой истории, начинают выступать уже и те, кто постоянно поддерживал его. А Пикпен заявляет Деккеру. — Они подавят тебя. Они справятся с тобой, Чарли. Вот увидишь, так все и будет. Сьюзан Брукс неожиданно разрыдалась. Никто не обратил на нее внимания. Я глядел на них, они на меня. Я держал пистолет за ствол. Они это знали. Я сделал пару шагов, но нога моя коснулась тела миссис Андерман. Я взглянул на учительницу. Она уже окоченела, и кожа ее на ощупь наверняка напоминала крокодиловую. Мне вспомнилась картина, которую я однажды видел. Эрнест Хемингуэй одной ногой опирается на мертвого льва и сжимает в руках винтовку, а на земле сидит полдюжины черных туземцев. Неожиданно мне захотелось кричать. Я лишил эту женщину жизни. Я убил ее, продырявил ей голову и тем покончил с алгеброй. Сьюзан Брукс опустила голову на парту, как в детском саду, во время тихого часа. Ее волосы были повязаны нежно-голубой косынкой. Это смотрелось довольно мило. У меня заболел желудок. Детер! Я вскрикнул и повернул пистолет к окнам. Там был какой-то военный с громкоговорителем. Выше по склону холма располагались журналисты с камерой. Пик Пен, скорее всего, был прав. Деккер, выходи с поднятыми руками! Сейчас иду, ответил я. Ответы Деккера он, конечно же, не мог услышать. И Тед иронично заметил, что, наверное, неприятно Чарли, что не может он сейчас навязать им свои правила игры. У тебя есть пять минут, Деккер! «Тебе стоит выйти!» Настоятельно произнес Тед. «Тебе предоставляют шанс!» «Что ты о себе думаешь?» Набросилась на него Сильвия. «Считаешь себя героем?» «Да?» «Дерьмо! Вот ты кто!» «Тед!» «Джонс!» «И я скажу им!» Короче, Чарли взял пистолет и четыре раза выстрел в окно. Стекло разлетелось в дребезги, и зрители поспешно разбежались во всех направлениях. Военные же, призывавшие Чарли не вынуждать их открывать по нему огонь, исчезли из поля зрения и затихли. Конечно же, они блефовали. А вот Тед нет. И он настиг бы Чарли, если бы Тодд не заметил его на полпути к нему, и не остановил, направив на Джонса пистолет. Тодд был так уверен, что Деккер застрелит его, что окаменел от ужаса, и даже не смог из-за этого сначала сесть на свое место, по приказу Чарли. Сандра Кросс, которая ему очень нравилась, попросила Деккера рассказать еще что-нибудь. И Чарли, улыбнувшись ей, заговорил. Было уже 10 часов 15 минут. На этот раз малолетний террорист поведал одноклассникам историю о том, как мама купила ему вилетовый костюм, когда ему было 12 лет. Его с большой неохотой Чарли приходилось одевать в церковь по воскресеньям и на еженедельное чтение Библии по четвергам, дополняя свой вид одним из трех галстуков бабочек. Он думал, что применение костюма этим и обойдется, но не тут-то было. Когда пришло время идти на день рождения, Кэрол Грейнджер, нравившийся в те времена очень сильно Деккеру-младшему, матушка его сказала посетить сие мероприятия в том самом костюме, дополнив его розовой бабочкой. Чувствуя, что это ни к чему хорошему не приведет, Чарли сопротивлялся. Он перепробовал все. Он убеждал свою маму, приводя все мыслимые доводы, заявлял, что вовсе никуда не пойдет и даже несмотря на то, что весьма хотел увидеть Кэрол, прибегнул ко лжи, сказал, что вечеринка отменяется, потому что Кэрол заболела ветрянкой. Но один звонок родителям Кэрол расставил все на свои места. В таком вот виде и пошел Чарли на днюху. И по пути увидел своего, пожалуй, единственного друга Джо. На мгновение я снова почувствовал себя кретином. На нем были потрепанные белые джинсы Левис и футболка. Он осмотрел меня с ног до головы и я вздрогнул. Классный пиджак, заметил Джо. Ты похож на того парня из шоу Лоуренса Белча. Ну, тот, который с аккордеоном. Мирон Флорен, сообщил я и вздохнул с облегчения. А дальше Деккер начал понимать, что плохое предчувствие не зря сопровождало его. Так мы и шли, наслаждаясь погодой, обществом друг друга и жвачкой Блэк Джек, когда чья-то тяжелая рука легла мне на плечо. Я едва не поперхнулся. Конечно, это был никто иной, как Дикий Кейбл. Дикий был коренастый малый с квадратными плечами, напоминавших газонокосилку фирмы Брикс и Стреттон. У него была квадратная улыбка, обнажавшая два ряда крепких белых зубов, похожих на зубья косилки. «Послушай, да ты выглядишь гладеньким», — обратился ко мне Дикий, при этом заговорчески подмигивая Джо. «Гладеньким и блестящим, как куча свежего дерьма». И снова хлопнул меня по спине. Я сжался. «Все это мне сильно не нравилось, а хуже всего было смутное предчувствие, то сегодня мне предстоит крупное столкновение с этим типом. Решающая битва, которую я должен выиграть, но едва ли у меня хватит на это силы». «Убери свои руки, окей?» — сказал я. Но Дикий не отстал от нас. Он шел рядом до самого дома Кэрол. «Мгновение, когда я переступал порог, до сих пор вспоминается мне, как кошмарный сон. Никто не был так вырежен, как я. Посреди комнаты стояла именинница. Выглядела она прекрасно». Но от Кэрол ему досталось очень мало внимания. Чего не скажешь про Дикий. Периодически рядом с Чарли раздавался его гаденький голос. «Ах, как ты прелестно выглядишь!» А еще пара ребят поинтересовалась, кто, собственно, умер. Единственным человеком, не оставившим Деккера в этой ситуации, был Джо. Но его присутствие слегка раздражало меня. Я слышал, как он советовал народу оставить меня в покое. Я находился в положении деревенского дурачка. Я понимал, что он чувствует ответственность за меня и не хочет оставлять меня одного. И это мне не нравилось. «Я догадывался, что такие отношения ни к чему хорошему не приводят. И рано или поздно опекающий начнет тяготиться твоим обществом и ненавидеть тебя, себе в этом не признаваясь». В 12 лет я еще не очень ясно осознавал все эти вещи, но многое интуитивно чувствовал. В связи с этим Чарли решил пораньше уйти домой. Попрощался с Джо и пошел через лужайку к калитке, несколько задетый тем, что Джо не предложил пойти домой вместе. Тут меня заметил Деккер. «Ах, ты покидаешь нас, прелестный мальчик!» Я, конечно, должен был бы ответить что-нибудь нейтральное и идти своей дорогой. Неожиданно для себя я довольно резко посоветовал ему заткнуться. Деккер тут же подскочил ко мне, будто только этого и ожидал. Отвратительная квадратная усмешка расползлась по его тупой физиономии, и он произнес. «Что ты сказал, прелестный мальчик?» И закончилось все дракой. Чарли намеренно пошел на обострение конфликта. Он чувствовал, что уровень боевого духа его весьма высок в данный момент, и дрался с большим воодушевлением. Но и Дики был напорист, а помимо этого еще и значительно сильнее. Так что в итоге Деккер оказался избит. Джо оттащил от него навалившегося оппонента, но Чарли наорал на него и на мать Кэрол, обозвав ее старой кошелкой. А потом убежал, остановившись только возле пустого дома, на ступеньках которого он сидел, думая о своем внешнем виде, о том, как отец спросит о виде его противника, и о том, что мать, скорее всего, позвонит родителям Дики. Я сидел почти час, думая о том, что сейчас выйду на трассу, поймаю машину и уеду к черту из этого города. И никогда сюда не вернусь. Но потом все же встал и пошел домой. Закончив повествование, Чарли слышит от Кэрол, что она тогда была ребенком, и что Дики Кэйбл ей даже нравился весьма. Я поехала с ним на пикник в восьмом классе. Он был таким, ну, как бы это сказать, таким решительным. Я была к нему благосклонна в тот день. Но это единственный раз, когда я куда-нибудь ездила с Дики. Где он сейчас, понятия не имею. Пластер велескакал от бищи. Бесцветным голосом произнес Дик Кин. И Кин поведал о том, что Кэйбл попал туда от того, что в прошлом году, получив водительские права, стал гонять на машине, как сумасшедший, и попал в аварию. Затем по внутренней связи с Деккером заговорил полицейский Фрэнк Филбрик. Коп спросил у Чарли, что он хочет получить взамен на заложников. Подумав, тот ответил менту. Зайдите сюда без пистолета. Руки за головой. Я выпускаю всех до одного. А затем одним выстрелом сношу вам пол головы. К такой-то матери. Вы согласны, сэр? Сапение. Затем. Нет, не пойдет. Ты пристрелишь меня и не подумаешь выпускать заложников. Несколько тяжелых вздухов. Но я сейчас спущусь к тебе. Может, до чего-нибудь договоримся. Дело в том, терпеливо объяснил я, что если через 15 секунд я не увижу вас выходящим из дверей, все заложники один за другим перейдут в лучший из мира. Никто из присутствующих не выглядел испуганным такой перспективой. Сапение. Твои шансы остаться в живых, Деккер, уменьшаются. Сказал Филбрик и покинул школу. Затем общение учеников продолжилось. И Кэрол предложила поговорить о сексе. Девки поддержали ее. И про себя Грейнджер сказала, что является девственницей. А вот больше всех нравившиеся Чарли Сандра Кросс такое про себя не заявила. Наоборот, сообщив, что успела порезвиться с Тедом Джонсом. Да и не только с ним. Впрочем, Деккеру хватило информации про Теда, чтобы забыть о своем обещании про то, что откровенный разговор не вызовет у него желания палить в кого-то. Я сжал пистолет и медленно начал поднимать его. Я чувствовал, что какие-то силы толкают меня на этот поступок. Почувствовал, что плохо владею собой. Я застрелил бы его. Но они опередили меня. Раздался выстрел огромного Маузера. Его произвел лучший снайпер в штате. Полицейский по имени Дэниел Малверн. Пуля пролетела через окно, стекло из которого Деккер выстрелами вынес ранее. Поэтому ничто не мешало снайперу прицелиться ему прямо в сердце. Чарли отлетел к доске, больно ударившись спиной о выступ для Мила. И затем упал на пол. Мне казалось, что началось светопредставление. Жуткая боль в груди перехватила мне дыхание. Перед глазами поплыли разноцветные пятна. Ирма Бейтс закричала. Она закрыла глаза, слепила пальцы. Лицо ее покрылось красными пятнами. Крик доносился как бы издалека, из туннеля. Он казался мне нереальным. Тед Джонс вскочил с места и направился к двери. Движения его выглядели неестественно, словно передо мной прокручивали кинопленку. Голос его тоже показался мне странным, далеким и слишком замедленным. Они подстрелили сукиного сына! Они его... Сядь на место! Тед не слышал меня и неудивительно. Я сам себя не слышал. В легких было недостаточно воздуха, чтобы я мог нормально говорить. Он взялся уже за дверную ручку, когда я выстрелил. Пуля ударилась о косяк рядом с головой Теда. Он остановился и медленно повернулся ко мне. На лице его одна за другой сменялись разнообразные эмоции. Угасающая надежда, удивление, ненависть. Не может быть! Ты... Сядь! Тед не мог поверить, что Деккер жив. И говорил ему, мол, его убили, пока тот не вытащил из нагрудного кармана тяжелый стальной замок Тайтус. В него пуля и попала. Тед уставился на замок с ненавистью. Тот самый, от шкафчика Чарли, который он поджег, вытащив из него пистолет и патроны. А Тайтус, непонятно зачем, машинально положил в нагрудный карман. Я выглянул в окно. Копы бежали к зданию. Я выстрелил пару раз и сделал глубокий вдох. Боль в грудной клетке, казалось, могла разорвать меня на части. Все назад! Или я стреляю! Филбрик остановился и посмотрел на меня безумными глазами. Он, наверное, был не менее удивлен, услышав глаз божий. Он явно не понимал, что происходит, и я выстрелил еще раз в воздух. Спустя пару секунд Филбрик пришел в себя и заорал. Все назад! Назад, ради бога! Копы выполнили его приказ даже быстрее, чем можно было ожидать. Я расстегнул рубашку и класс ахнул еще раз. На коже был точный отпечаток замка пурпурного цвета. Зрелище не из приятных. Меня начало тошнить, и я застегнул рубашку. Затем были переговоры по школьной связи с директором Томом Денвером. Он начал говорить, мол, снайпер не хотел стрелять, но Чарли пресек это, заявив, что ему не нужно рассказывать, кто там что хотел. И посоветовал Денверу уносить из школы свою задницу и передать Фрэнку Филбрику, что будет море крови. А прежде чем Том ушел, Чарли поведал ему о том, что в 12 часов будет разговаривать с Филбриком и о том, что дал Фрэнку понять, мол, он может иметь с ним дело, а тот подосал вместо себя директора школы, дабы не подставлять свою задницу. Видимо, эти слова произвели впечатление на Тома. Связь отключилась. Мы наблюдали, как Том выходит из дверей и медленно движется к полицейским машинам. Филбрик положил ему руку на плечо, но Том ее сбросил. Многие ребята улыбнулись при виде этой сцены. Но я уже не улыбался. Единственное, чего я хотел, лежать дома в кровати. И чтобы все это мне только снилось. Было 11 часов, и Сандра Кросс стала дальше рассказывать о своих похождениях. О том, как развлекалась с Тедом на заднем сидении его машины, после того, как он побил потлатого парня, который крикнул ему «Трахни ее, парень, пока я тебя не опередил», во время их прогулки, а потом поведала, как снова пошла на то же место, надев короткую юбку, чтобы тот здоровый хулиган подцепил ее. Тед был в шоке, услышав это. Реакция его вызвала у Чарли уважение. Деккеру было странно, что кто-то может быть затронут до такой степени происшествием иным, чем смерть родителей. А Сандра дошла до того, что рассказала, как захотела почувствовать себя живой, настоящей, как она выразилась, и полезла с тем парнем к нему в машину. «Он прижался ко мне, начал ощупывать. И я ощутила, как он размазывает остатки пиццы по моей блузке. Затем мы легли, и я задрала юбку». «Заткнись!» – дико заорал Тед. Он стукнул кулаком по парте так, что многие подпрыгнули. «Ты не понимаешь, что такого не рассказывают при всем народе. Закрой свой рот, или я его тебе закрою!» «Это ты заткнись, Тедди, или я выбью к чертям все твои зубы!» – холодно произнес дик Кин. «Ты уже получил свое, не правда ли?» Тед недоуменно уставился на него. Они часто совершали совместные выезды в свет на машине Теда. «Их можно было вдвоем видеть в клубе Харлоу. Не знаю, останутся ли они теперь близкими приятелями. Сильно сомневаюсь». А сам Чарли никогда не приглашал никуда Сандру, из-за которой, не моргнув глазом, застрелил бы Теда Джонса, если бы по нему не выстрелил снайпер. «Я часто думал о том, что стоило бы пригласить Сэнди на танцы, но не мог набраться смелости». Джон, для которого это не составляет проблемы, спросил меня однажды, почему я до сих пор Сандру никуда не пригласил. Я разозлился и посоветовал ему отстать от меня. В итоге дело закончилось тем, что я позвонил ей. Но после того, как сняли трубку, бросил телефон и побежал в ванную. «Я уже упоминал о своем скверном желудке». «Мне нужно в уборную», – неожиданно произнесла Ирма. «Потерпи», – ответил я. Сильвия засмеялась. И Чарли начал рассказывать свою историю про ту девушку, с которой у него ничего не вышло, про то, как потом кошмар про мать с разрезанным носом приснился. Впрочем, я об этом уже в первой части говорил, так что не буду повторяться. После истории Чарли все замолчали. Неожиданно Ирма Бейтс вызывающе поглядела на меня. «Мне нужно в уборную». Я вздохнул. «Что ж, иди». Казалось, она мне не верит. Дон Лорди хихикнул. Ирма произнесла. «А ты в меня выстрелишь?» «Так ты собираешься в сортир или нет?» Она нахмурилась. «Я потерплю». Я надул щеки. Манера, которую я перенял от папочки. «Хорошо, можешь идти. Можешь терпеть. Главное, не сделай лужу посреди класса. Это было бы неуместно». Сара Пастерн, казалось, была шокирована этими словами. «Как будто нарочно, чтобы разозлить меня». Ирма встала и подошла к двери. Одно было приятно. Теперь Тед глазел на нее, а не на меня. Ирма остановилась, взявшись за ручку, как бы раздумывая. Она обернулась. «Ты будешь в меня стрелять?» «Ты собираешься идти в сортир или нет?» Ответил я вопросом на вопрос. Я понятия не имел, буду ли стрелять. Меня слегка расстроило то, что история Сандры произвела большой эффект, чем моя. И я думал сейчас не об Эрме. У меня было странное ощущение, что вовсе не я держу в заложниках ребят. А дело обстоит как-нибудь иначе. Например, все мы держим в заложниках Теда Джонса. Возможно, стоило выстрелить. Терять было нечего. Возможно, этот жест поможет мне избавиться от ощущения, что я сейчас проснусь или окажусь в другом кошмарном сне. Ирма открыла дверь и вышла, тщательно прикрыв ее за собой. И что самое интересное, Ирма потом вернулась обратно, хотя могла спокойно уйти, Чарли даже не угрожал ей за это ничем. Так и настало 12 часов, и как полагается, раздался звонок внутренней связи. Это был пунктуальный филбрик, начавший тут же пояснять Чарли, что выстрел был случайным, но тот сказал копу, чтобы он не думал, мол, вокруг одни идиоты и прекратил это. Деккер заявил ему также, что настает финальный акт, после которого в час дня отпустит заложников. Но прежде один из учеников подойдет к окну, дабы закрыть его шторами, и стрелять по нему не стоит. А потом они кое-что обсудят. Договорившись таким образом с Фрэнком о том, что пока все это будет происходить, копы не предпримут очередную попытку устранить террориста, Чарли наконец решил поведать о том, как чуть не убил их бывшего учителя химии и физики, мистера Карлсона. После того, как Мелвин задернул шторы. Не знаю, почему я начал таскать с собой в школу гаечный ключ. На то было много причин, и среди них сложно выделить главную. У меня постоянно болел желудок. И мне казалось, что окружающие настроены ко мне враждебно, даже когда на то не было реальных оснований. Я боялся упасть во время физкультурных занятий, потерять сознание и увидеть, очнувшись, как все вокруг смеются и показывают на меня пальцем. Я очень плохо спал, и мне снились дурные сны. Сны такого рода, после которых можно проснуться с мокрой простыней. В одном из них я долго бродил по подземельям старинного замка, полуразрушенного, какие можно увидеть в исторических фильмах. И внезапно я натыкаюсь на гроб. Крышка его открыта. Я заглядываю внутрь и вижу отца в военно-морской форме. В него вбит кол. Он открывает глаза и улыбается мне. И зубы его превращаются в клыки. В другом сне мама делает мне клизму. Я тороплю ее, потому что на улице ждет Джо. Однако, я вижу, что Джо уже в комнате. Он выглядывает из-за маминого плеча, обнимая ее за грудь. По розовому шлангу клизмы мне в задницу затекает мыльная пена. Было и множество других снов похожего содержания. Нет необходимости все перечислять. В общем, я спал неважно. Иногда Чарли плакал в подушку, а иногда хихикал. Пока ему не начинало казаться, что кишки его вывалятся наружу. Такое состояние пугало Деккера-младшего. И вот однажды, 3 марта, когда за школьным окном ушел дождь, превращая остатки снега в лужи с лякоти, мистер Карлсон вызвал к доске Чарли, который терпеть не мог отвечать ему, потому что слабо разбирался в его предметах, из-за чего ощущал себя кретином. Каждый раз, когда препод называл фамилию Деккер, того бросало в пот. Но этого было недостаточно мистеру Карлсону, которому доставляло удовольствие делать из меня посмешище перед всем классом. Он спрашивал меня, знаю ли я, сколько будет дважды два, или знаком ли я с делением столбиком, и называл меня наш юный гений. Когда он в третий раз произнес «Это замечательно, Чарли, замечательно, прелестно», он был похож на Дики Кейбла. Тот же голос с те же интонацией. Голос был так похож, что я невольно оглянулся по сторонам. Так похож, что рука моя невольно потянулась к заднему карману брюк, где лежал ключ. Желудок сжался в комок. Я боялся, что не удержу в себе сегодняшний завтрак, и крепче сжал челюсть. Ключ упал на пол, громко звехла. Карлсон удивился и спросил, что это, потянувшись за ключом. Но Чарли сказал ему не трогать инструмент, а потом забрал его сам. Учитель настаивал на том, чтобы железяку все-таки отдал ему Дейкер, но тот продолжил упираться, и Карлсон стал угрожать, что директору придется отдать ключ, если он не получит его сейчас же. В ответ на угрозы Чарли заявил. Хорошо, сейчас вы получите то, что хотите. Я медленно поднял ключ, как бы примериваясь. Сейчас я прикину, куда вы его получите. Мистер Карлсон вытаращился сквозь свои огромные очки и поджал губы. Он был сейчас более, чем когда-либо похож на клопа. Эта мысль вызвала у меня улыбку. Я опустил ключ. Хорошо, Чарли, сказал он. Дай сюда эту штуку и иди к директору. Я подойду туда после урока. Иди в задницу, ответил я и взмахнул ключом. Ключ ударился о матовую поверхность доски. Полетели крошечные кусочки черной пластмассы и известковая пыль от меры. Мистер Карлсон вздрогнул, будто я нанес повреждение его любимой мамочке. Попытавшись схватить буйного ученика за руку, препод получил ключом по башке. Всего один раз, но этого оказалось достаточно, чтобы он отрубился и испустил из себя море кровищи. Я впоследствии узнал, что из его мозга вытащили четыре кусочка лобной кости. И еще хорошо, что все закончилось именно так. Потом были переговоры. Бесконечные переговоры со старым добрым Томом и Доном Грейсом. С моим отцом и со всеми перечисленными лицами во всевозможных комбинациях. Кажется, единственный человек, кто не принимал участие в решении судьбы, был наш сторож, мистер Фазио. Отец сохранял восхитительное спокойствие. Мама постоянно принимала транквилизатор. Но ему все это было ни к чему. Он все время оставался холоден, как лед. И лишь по задумчивым взглядам, которые он иногда бросал на меня, я понимал, что меня ожидает серьезный разговор с ним наедине. Этот человек мог задушить меня голыми руками, сохраняя все то же бесстрастное выражение лица. Были длинные и трогательные извинения, которые не без удовольствия выслушивали забинтованный мистер Карлсон и его жена. Но сам он, конечно же, не извинился за то, что выставлял полным идиотом Чарли, который провел пять часов в камере, пока его родители приходили к соглашению с полицейскими и вносили залог. По дороге домой отец бросил Чарли сквозь стиснутые зубы, что тот должен будет зайти в гараж, как только переоденется. Деккеру-младшему снова захотелось бросить все и уехать куда-нибудь, но на этот раз что-то протестовало в нем. Им действительно есть, что сказать друг другу, считал Чарли. А что они сказали друг другу, вы узнаете в третьей части. Да, я не уложился в запланированный хронометраж и решил сделать третью часть обзора книги Ярость. Кто-нибудь может сказать, что я слишком злоупотреблял вставками из аудиокниги, зачитанной Михаилом Стинским, отчего пересказ сюжета неимоверно растянулся. Но, замечу, что я и сам планировал уложиться в две части и не хотел так растягивать обзор, а по ходу дела таки решил это сделать, но не ради увеличения его длительности, а чтобы не упустить важные детали. Вот и вставлял довольно-таки объемные фрагменты книги. И напоследок. Раз уж я закончил пересказ книги на нерешенном вопросе, возникшем между Деккером Старшим и Деккером Младшим, поведаю вам еще об одном Деккере. Дело в том, что я в данный момент ознакомливаюсь с произведением «Племя тьмы» Клаева Баркера. Это тот самый чел, благодаря писанине которого возникли фильмы ужасов «Кэндимэн», «Полуночный поезд с мясом» и «Восставший из ада». Но вернусь к книге. Там главный вроде бы злодей, здоровенный маньяк-интеллектуал, также носит фамилию Деккер. И в то же время мне вспоминается игра детства «Солдат удачи». В ней присутствует предводитель террористов Вильгельм Деккер и его брат, не менее опасный преступник Сергей Деккер. Есть еще в игре Fallout Деккер, лидер подземелья преступной группировки Хаба на момент 2161 года. Декстер не Деккер, про него говорить не буду, фамилия иначе пишется, но уже шестерых Деккеров, упомянутых, оказалось достаточно, чтобы у меня возник вопрос. Почему авторы различных произведений, герою-головорезу, так часто выдают эту фамилию? Может она говорящая? Да нет, вроде. Деккер с английского – это палубное судно. Гугл-переводчик еще выдает значение «пап-машина». Я понятия не имею, что это такое. Впрочем, по-моему, к вопросу, почему всякие отморозки-головорезы оказываются Деккерами, это отношение не имеет. Если у вас есть на него ответ, или имеется какое-то предположение, напишите его в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!